В череде серых, нудных, одинаковых дней так хочется праздника. И именно этой теме посвящен сегодняшний выпуск программы «Понемногу обо всём». С вами ведущая этого выпуска Елена Костина, и в студии я не одна. В студии у нас гость, о котором я чуть позже расскажу подробнее. Так вот, хочется праздника, может быть, не своего, может быть, порадоваться празднику близких людей – это тоже здорово. И, глядя на них, устроить праздник и себе. Ну, почему бы и нет? Жить радостно – это нормально. Праздник приносит в нашу жизнь особую остроту, даже, я бы сказала, особый шарм. Действительность перестаёт казаться серой, унылой. Мир наполняется особыми красками, остротой, даже новыми запахами. Вспомните ощущение, когда вы садитесь во главе стола, друзья и близкие начинают говорить только хорошее, дарить друг другу подарки. Ну, согласитесь, начинаешь самого себя воспринимать иначе. Вдруг появляется ощущение, что жизнь-то удалась, и всё просто замечательно. Сегодня у нас в гостях Ильдус Гаязович Гельманов, депутат Думы городского округа Сызрань. Но в этот раз в редакцию «Эхо Москвы» нашего гостя привела забота иного рода, не связанная с депутатской деятельностью. Ильдус Гаязович пришёл к нам с просьбой поздравить горожан. Сейчас мы узнаем, с чем. Я хочу поздравить с наступающим праздником всех мусульман. Навруз-Байлям – это Новый день Земли. И вкратце рассказать о том, что, ну, как вы знаете, с древнейших времён, с момента наступления весеннего равноденствия, 20-го, 21-22-го марта, у нас мусульманский народ празднует Навруз-Байлям. Этот праздник у нас в Средней полосе, то есть, в частности, в городе Сызрани. Это молодой, новый праздник. А почему? Истоки этого праздника исходят с Азербайджана, от тюркских народов, Казахстан, Узбекистан, Иран, Пкистан. Вот эти страны. Праздник считается одним из великих праздников, наряду как Курбан-Байрам, Ураза-Байрам. А если человек неверующий, может ли он отпраздновать Навруз? Ну, это праздник нерелигиозный, праздник весны. Нерелигиозный? Нет, нерелигиозный праздник весны. Именно он национальный праздник. Как праздник весна приходит, праздник, когда люди радуются цветению цветов. Фактически, подготовка к празднику начинается за месяц до него. Другие очень интересные обычаи связаны с водой и огнем. Принято либо прыгать через один костер семь раз, либо по одному разу через семь костров. В древности костры разжигал несовершеннолетний мальчик с помощью огнева. Этот огонь считался чистым. Ежегодно готовятся присущие празднику сладости. Это шакербура, то есть сдобные пирожки со сладко-ореховой начинкой и пряностями. Потом слоеная лепешка с пряной начинкой, слоеная сладкая масляная лепешка, кубинская, гайджинская, бакинская пахлава, то есть пахлава это слоеная ореховая начинка, мучнистые изделия, масляные лепешки, сдобный пряный хлеб и халва из семени проросшей пшеницы. Также бытует обычай сажать наврус дерева, но ни в коем случае нельзя рубить деревья. Согласно народному вированию сажать наврус тут, то есть щелковицу, инжир, каштан и другие деревья. Закладываются, соответственно, в эти дни парки, сады, лесополосы, и что они приживаются. Я также хочу сказать одно из украинских сознаний народа, правил гласить, в день навруза, празднование навруза, нельзя проклинать, лгать, скривнословить, сплетничать, осуждать. Словом, следует остерегаться дурных поступков. Этот праздник тем хорош, что в этот праздник люди встречаются с семьями, собираются в доме и, соответственно, готовят угощения. Это сладости. Дети ходят по домам, тоже самое же собирают сладости, говорят, значит, поздравления с праздником, в домах красят яйца. То есть это похоже на Пасху, понимаете? Яйца красят, но навруз. Да, навруз, да. У нас собираются, соответственно, несколько семей и отмечают этот праздник, соответственно, поют песни, готовят угощения, в том числе обязательно плов и сладости, и поздравляют друг друга с приходом весны, с приходом нового астромического года. Меня, признаюсь, больше всего впечатлило обычай сажать деревья. А что, если сделать это городской традицией? В Сызрани будет аллея навруз. Какая помощь озеленителям Сызрани? Да и сами люди, посадив дерево, будут по-другому относиться к зеленому ковру нашего города. Детям, внукам покажут. Вот и это дерево я посадил в навруз, когда был молодой. В сквере мои деревья, в лесопарке юго-западного района мои сосенки стоят. Только, конечно, расходы на полив новосадок должны быть учтены в бюджете, ответственной за эту работу организации. Иначе все деревца погибнут летом. Ильдус Гаязович, вы сказали, что Навруз – праздник для нашего города относительно новый. Он еще ни разу не отмечался в Сызрани татарским сообществом? Нет, ну, он отмечался, то есть отмечается он, как вам сказать, именно по национальностям. Вот, например, азербайджанцы собираются, соответственно, несколько семей, поздравляют друг друга. Азербайджанцы, другие национальности. И такой праздник, как вот Савантуик, пока у нас в городе его нет. То есть это праздник так семейный, он проходит, соответственно, именно в тех диаспорах, которые есть. Вот таджики-таджики собираются сами, азербайджанцы у себя. То есть вы от лица национально-культурной автономии татар, самой многочисленной из национальных автономий в русской Сызрани, решили объединить людей, для которых Навруз является традиционным родным праздником, родным по вероисповеданию, по национальной принадлежности. Ильдус Гаязович, вы молодец. А каковы традиции встречи Наврузы? О том, что застолье должно быть сладким, это мы уже поняли, что нужно приглашать множество родственников, друзей, гостей, самим ходить в гости вот в эти три праздничных дня. Вы говорите, что дети будут, а каким словом это назвать? Вот в православии это называется христосоваться, ходить, петь специальные потешки, получать в подарок яйца и сладости. А как это у вас называется? Здесь, возможно, это у нас не распространено, это проходит же в Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане. Да, я думаю, люди удивятся, если к ним в окно постучат 21 марта. Здесь у нас, конечно, этого нету, а вот в тех странах, соответственно, дети ходят, поздравляют с праздником, соответственно, поют песни, и песни о том, что радости пришла весна, и за это, соответственно, получают сладости. А еще они красят яйца, и разные розыгрыши, соответственно, с применением вот этих яич, то есть у кого и бьют яйца друг об друга, то есть, соответственно, у кого крепче и все там подобное. Много, знаете, в каждом государстве, в каждой стране, то есть у нас сейчас же отдельные страны, то есть сами уже индивидуальные, у них каждому по-разному. У каждого есть свои угощения, у каждой своей традиции, но одно только объединяет их, о том, что это пришла весна, и люди радуются, радуются весеннему празднику, что цветут сады, что начинается пахота, люди начинают, выходят на пашню, начинается, значит, посадка. Ну, хороший весенний праздник. Ильдус Гаязович, Вы сказали, что планируете сделать празднование Наврузов с израни массовым? Обязательно. Расскажите немножко о своих планах дальнейших, пусть не этого года, пусть следующего. Я думаю, вот люди, ведь у нас очень много живет здесь русских, очень много живет татар, азербайджанцев, чуваши, мордва, немцы, ну и других национальностей, чтобы они во всяком случае готовили, пусть небольшие мероприятия, именно связанные с культурой, со своим развитием своей культуры языка, и чтобы они как-то проходили. И вот один из праздников, наряду, как мы сейчас вот проводим с Абантой, это уже все знают, Мордовская национальная культурная автономия тоже проводит праздник огня, как называется, недавно, кстати, 16-го был, марта. И вот Навруз берем, я думаю, мы все-таки совместными усилиями на следующий год, я думаю, мы ее запланируем и проведем в общегородском масштабе. В одном из или домов культуры, я думаю, где-то, если погода позволит, может быть и в парке каком-то, но во всяком случае сейчас мы как-то вот координируем действия, хотим скоординировать действия всех национальных культурных центров города. Я думаю, это будет общее и на пользу всем, чтобы люди не забывали свои традиции, свою культуру, свой язык, песни. А я слышала, что на днях в ДК «Строитель» прошло оргсобрание, на которое были приглашены татары, самодеятельные артисты, гармонисты отличного уровня, побеждавшие в областных конкурсах мастерства, танцоры. Как все прошло? Пришли люди, и знаете, приятно послушать люди, поют песни, которые им нравятся. И на самом деле они пришли, хотя на улице было дождь, грязно, слякоть, и приятно, что люди хотят петь, хотят слушать музыку. Я думаю, и ансамбль у нас будет нормальный, мы все-таки будем к 330 лету города, я думаю, успеем. Надо развивать свою культуру, не надо стыдиться петь свои песни на своем родном языке, почему бы не петь, не сприсать, не отдохнуть душой. Вообще, уважаемые радиослушатели, Навруз является одним из самых древних на планете праздников. Отмечался он, между прочим, еще в 7 веке до нашей эры, что и неудивительно. К слову, не стоит встреча Нового года, который в древности начинался именно весной, путать с мусульманским Новым годом. Тот определяется лунным годичным циклом, а Навруз по солнечному летоисчислению. Как уже сказал Ильдус Гаязович, в этот день положено ставить на стол специальное блюдо, которых коснулся огонь, но готовиться к Наврузу хорошо бы заранее. Задолго до праздника, примерно за две недели, на блюдах высевают пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны достичь 5-7 сантиметров и, конечно же, стать украшением стола, символом рождения, новой жизни и, в частности, нового весеннего года. Но на этом приготовление не заканчивается. Ближе к празднику зерно проращивается еще раз. Это уже будет основа для праздничного блюда. Перед Наврузом нужно покаяться в грехах, примириться с врагами, простить долги, обязательно убраться в доме. К злопамятным и вредным грязнулям добрые ангелы Фаришта даже и заглядывать не станут. Поэтому перед Наврузом хозяева стараются привести в порядок дом, побелить, подремонтировать его. Также перед праздником нужно украсить дом, убрать мусор на улице. Обязательно стирается одежда, особенно детская. Дети считаются больше всех подвержены сглазу, а вода, по поверью, должна все это смыть. А вот про обычаи поминания предков не совсем ясно. В разных источниках о нем сказано по-разному. А еще Навруз – это время гаданий. Особенно увлекаются этим заневестившиеся девушки, которые в этот вечер бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют – останутся они в родительском доме еще на год или переедут в дом суженого. «Что-то мне это напоминает, Эльдус Гаязович. Вот и скажите, что все мы разные». Как бы не так. Девушки любой национальности хотят заранее узнать, где живет суженый. И русские девушки гадают так же, уж вы мне поверьте. Помнится, в 17 лет мы с подругой решили выяснить адрес суженых. Подошли к решению проблемы, я бы сказала, кардинально. «В полночь мы залезли в школьный двор, учились мы тогда в 4-й школе, что в юго-западном районе, в полной тьме швырнулись за ворота по сапогу. Да, вот вам я вижу смешно, а мы в темноте долго искали свою обувь. В другой раз, гадая нас суженого, мы также кинули сапог через высокие ворота, ну и, конечно, попали по голове прохожего. Нет, жениться-то он на нас не захотел, Эльдус Гаязович, хотя условия гадания нами были выполнены. Вот так-то. Кроме того, в праздничный вечер с наступлением Навруза принято подслушивать разговоры соседей через окна или двери и по тону разговора угадывать, каким сложным, удачным, скандальным будет год. Второй день Навруза называют днем Атабаба, то есть отцов и дедов, родительским днем. И в этот день принято всей семьей посещать могилы родных и близких. Прыжки через костер, зажигание факелов всегда сопровождались специальными молениями Навруза и спрошающими позволения уничтожить в огне боль, горе, неудачи, оставить их в прошлом году. С горами у нас, конечно, сложно, но самобычий встречать рассвет в кругу близких на природе, вообще, бычий очень красивый. И сам праздник, он начинается затемно, нужно нарядиться. Вся семья собирается за столом, на который ставят новую посуду. Стол на Навруз нужно накрыть особой, называется он хафтсин. На столе должно быть семь специальных блюд, среди которых есть специи чеснок, а также саману или сумалак – это блюдо, для приготовления которого используются зерна проросшей пшеницы. Ягоды, пророщенные зерна, ими понемногу угощают всех гостей. Кроме того, на столе ставится зеркало, зажигаются свечи по числу членов семьи. А вот свечи нельзя гасить, пока они не догорят до конца. Обязательно подается на стол большой праздничный хлеб или лепешки. Чаша с водой в воде обязательно должен плавать зеленый лист. Фрукты, орехи, миндаль, рыба, петух, молоко, простокваша, сыр, крашеные яйца. Да, Ильдус Гаязович прав, на Навруз готовится плов. Ни один праздник без него не обходится. Но главными на столе будут гуджа или гуджа, не знаю как правильно. Еще это блюдо называют халим или халиса. И также сумалак или сумаляк саману. Процесс приготовления этих блюд длительный и, в общем-то, довольно тяжелый. Начинают их готовить с вечера, на это уходит вся ночь, которая предшествует Наврузу. Приготовлением сумалака занимаются только женщины. А вот халису готовят мужчины. Гуджа или халиса готовится из семи видов злаков с добавлением мяса. Причем все это нужно разварить до состояния однородной массы. Халим. Каша, рагу, даже не знаю точно с чем сравнить, но это очень вкусно. Сумалак это халва. Женщины, соседки, подружки, родственницы готовят блюда вместе. Ночь превращается в женские посиделки с разговорами, песнями, даже танцами. Утром сумалак раздает всем, кто участвовал в приготовлении блюда, ну или хотя бы принес свою долю продуктов. В свою очередь эти люди угощают им своих родственников, знакомых, разнося его в пиалах по домам. Сделать Навруз общегородским праздником, подобно Сабантую. Ильдус Гаязыч, это отличная идея. И я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти в студию «Эхо Москвы» и рассказать жителям Сызрани и региона о планах Татарского национально-культурного центра. Я хочу в конце своего выступления еще раз поздравить всех жителей города с праздником, праздником Навруз, пожелать вам здоровья, счастья. И чтобы то, что вот хотя бы часть из того, что вот я сказал, мы исполнили, и чтобы у нас всегда была радость. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, продолжение темы сегодня в 13.40 в программе «Разворот в Сызране». Напоминаем программу сегодняшнего дня. В 11.15 всех, кто неравнодушно относится к воспитанию своих детей, приглашаем занять место у радиоприемников и системников. В 11.15 к нам придет педагог, директор православной гимназии Валентина Юрьевна Краснова. И в программе «Маленькие детки, маленькие бедки» она расскажет о нестандартных подходах к воспитанию ребенка, о тех сложностях, с которыми могут столкнуться как родители, так и педагоги. В 11.50 программа «Дачный мир». Сегодня мы расскажем, как подготовить грядки без болей в спине. Не пропустите и непременно расскажите знакомым и родным, для которых эта проблема актуальна. Итак, «Дачный мир» в 11.50. Разумеется, каждый час выпуска новостей, в том числе и спортивных, и всех мини-передач «Эхо Москвы в Сызрани». В 13.10 на основе коммерческого заказа мы продолжаем трансляцию интервью лидера Общероссийской политической партии «Воли» писателя Светланы Пеуновой. А после выпуска новостей в 13.35 продолжим рассказ о праздновании Навруза и поговорим о проблемах города с депутатом Сызранской думы Ильдусом Гаязовичем Гельмановым. А сейчас мы прощаемся с вами. Выпуск программы «Понемногу обо всем» подходит к совершению. Еще услышимся.